Песков сказал, дезэвуировал статью-другую в «Нью-Йорк Таймс», что Путин не хочет, на самом деле, никаких переговоров. Статья в «Нью-Йорк Таймс» сказала, что Россия готова, а Песков сказал, что нет никаких переговоров, пока все цели СВО не будут достигнуты. Ну, так как цели очень расплывчатые... Нет, конечно, хотят переговоров, конечно, хотят заканчивать конфликт, но понимаете, что значит хотят? Хотят заканчивать на текущем статусе КВО, на этих территориях, которые были оккупированы. Возможно, возможно, еще раз подчеркиваю, такое действительно обговаривается, обмен какими-то территориями, обмен, именно обмен. Не добровольно уступить, не как-то отрицательное наступление, а именно обмен территориями. Я уверен, что на сегодняшний день украинская власть не пойдет на эти переговоры, уверен на 100%, потому что те условия, которые предлагаются нынешним российским руководством, ну, они никак не соответствуют ожиданиям самих украинцев. Ну, кстати, это президент Зеленский сказал на своей пресс-конференции. Это официальная позиция украинских властей. Да, потому что это просто... В сегодняшних реалиях, еще раз подчеркиваю, именно в сегодняшних реалиях, это просто невозможно. Это даже глупо обсуждать со стороны российского руководства. Меня удивляет, как они на что-то надеются. Но это давление на Запад больше, не столько на украинскую сторону, нет? Ну, на Запад в том числе. Когда спрашивают, многократно дадут вопросы, есть ли договоренности между Западом и Россией. Нет никаких договоренностей, нет никаких договоренностей. Просто действительно есть попытка российских властей надавить на Запад, а на Западе есть силы, которые, ну, скажем так, мягко сомневаются в целесообразности продолжения помощи Украине, целесообразности вообще дальнейшего введения боевых действий в Украине, и пытаются в той или иной степени, в той или иной, еще раз подчеркиваю, повлиять на украинское руководство. Ну, и, на мой взгляд, абсолютно напрасно. На сегодняшний день те условия, которые предлагаются российской стороной, ну, их просто нереально, чтобы современная Украина их это приняла. Ну, просто нереально. Да, ну, здесь нужно, наверное, оговориться, что это не примет народ Украины, да? И даже если бы президент Зеленский или его офис предложил бы это дело, их бы немедленно, вот тогда бы немедленно сделали бы третий Майдан, и пришли бы кто-то другие к власти. Конечно. Если бы у российского руководства было желание, реальное желание заканчивать войну, то надо было выдвигать какие-то другие условия, какие-то другие договоренности, на которые украинское руководство могло бы пойти даже в этих обстоятельствах. Но такие условия, еще раз подчеркиваю, которые выдвигаются, они просто несовместимы даже с политической реальностью сегодняшней. Не говоря о том, что это несовместимо с тем, чтобы украинский народ решил, что это достойно того, чтобы прекратить войну. Кстати, фальшивки запускают в последнее время про украинское руководство. Вот там была явная фальшивка про яхты, так сказать, Зеленского как бы, как будто бы про какие-то бриллианты жены Зеленского, которую она якобы покупала во время их визит в Соединенные Штаты Америки в сентябре. Вот, потом про яхты. И все это запускается, кстати, изнутри России, с поддельного сайта DC Выкли, по-моему, DC, что-то в этом роде, какой-то морской пехотинец сбежал в Российскую Федерацию и мутит воду. Но ее подхватили несколько сенаторов Соединенных Штатов и говорили, вот зачем выделять Украине помощь, которая потом, это коррумпированное руководство, тратит на собственное удовольствие и на собственные люксовые запросы. Ну, глупость, конечно, полная. Дело в том, что, понимаете... Ну, это широко разошлось. Это глупость полная, это фейк. Кстати, мы поэтому с вами, я поэтому вам предложил это обсудить, чтобы лишний раз сказать, что это фейк. Конечно, фейк. Дело в том, что российское руководство, ну, равно как и все люди, меряют по себе. Меряют по себе. Они считают, что так как они себя ведут, вот так точно ведут себя и все остальные, и этим можно дискредитировать. Если для них это не дискредитация, то есть, ну, и более того, это подчеркивает их статус нынешний, то для людей, которые находятся в демократическом, да, обществе, при демократическом пути развития, это, конечно, довольно серьезный удар репутационный. Но так как это чистейший фейк, фейк чистой воды, что называется, ну, это, конечно, глупость полная. Я вообще удивлен, как какие-то сенаторы США вообще могут на это хоть как-то реагировать, но ведь откровенная чушь, откровенная чушь. Ну, люди, знаете, иногда им просто нужен повод для того, чтобы что-то подтвердить в том, что они просто искали, как это, обманываться сами рады были, вот и обманывались, да. Продолжение следует...